Добрый вечер, уважаемые слушатели. Сегодня мы с вами начинаем цикл семинаров на тему «Как открыть свое дело». И первый семинар в данном цикле будет «Исследование рынка». С чего бы я хотела начать? Во-первых, конечно же, представиться. Меня зовут Екатерина. Я являюсь преподавателем курсов по маркетингу. Здесь в центре специалист при МГТУ имени Баумана. И практикующий маркетолог. Уже более 10 лет работала в различных отраслях и обладая достаточно широкими знаниями в маркетинге. С чего бы я хотела начать? Когда мы говорим о своем деле, о своем бизнесе, будущей какой-то компании, первое, наверное, с чего мы должны начать в целом, и даже вот перед тем, как перейти на следующий этап, это мы должны определиться с тем, что мы хотим, какая у нас основная идея. И есть ли что-то, чем мы настолько увлечены? Как правило, бизнес начинается у большинства людей с того, что у меня есть какая-то клевая идея, я вот вижу, что мне там этого не хватает. Ну, то есть это какие-то собственные потребности, которые у нас были, и мы хотим их реализовать и предложить другим людям. Соответственно, бизнесмены делятся, как правило, на два типа. Те, кто идут в бой не размышляя, да, у меня есть идея, вот я пошел, начал делать, и там дальше буду действовать по плану, как получится. А есть те, кто достаточно часто сомневаются, у них есть какая-то неуверенность, и они хотят, скажем так, подложить себе соломки для того, чтобы быть уверенным в своих действиях. Вот наш семинар в основном направлен на тех, кто сомневается в том, как начать и что делать. И первое, с чего мы начнем, это, ну, помимо той идеи, которая у нас есть, выбор, скажем так, нашего направления бизнеса, мы начнем с того, что нам необходим какой-то объем информации о отрасли, в которой мы будем работать. И для этого нам в помощь придут маркетинговые исследования, одно из таких достаточно эффективных инструментов, которые позволяют оценить потенциал будущего предприятия. И что такое, по сути, маркетинговое исследование? Это процесс изучения рынка с целью сбора, анализа данных о состоянии рынка в целом, сегментах, участниках, тенденциях, клиентах, конкурентов, ну, то есть, все, что связано с конкретным рынком. И начиная какое-то предприятие, мы должны с вами определиться, первое, как мы уже сказали, у нас есть идея, и второе, что я хочу в конечном итоге, да, потому что компании, ну, скажем так, планируя свою будущую деятельность, вы должны достаточно четко понимать, что вы хотите в конечном итоге получить. Это будет транснациональная компания или вам достаточно небольшого, там, канала в Инстаграме, где вы будете продавать, там, я не знаю, пироженки или прянички или еще что-то, да, то есть, то, что вы будете производить сами руками и продавать это другим людям. Соответственно, мы должны в самом начале определить, какой у нас будет масштаб, чем мы будем заниматься, будем ли мы нанимать сотрудников, будет ли у нас офис, или мы будем на первом этапе все делать самостоятельно. Если мы принимаем такое решение, то как долго мы будем делать самостоятельно, будем ли мы кого-то привлекать или нет. Почему это важно? Потому что маркетинговые исследования, они все-таки предполагают, что вы будете искать ответы на конкретные вопросы. Если вы в самом начале не определитесь с этими вопросами, то ответов корректных вы, скорее всего, в рынке не найдете. Поэтому мы с вами перейдем к следующему этапу. Начинать нужно всегда с комплексного исследования конкретной отрасли, рыночной среды, в которой вы будете работать. И представьте, что у вас есть ваша будущая компания, вы знаете, в какой отрасли вы работаете. И в большинстве своем, как правило, человек строит бизнес в том направлении, в котором он уже работал. Например, парикмахер может открыть салон красоты, или стоматолог может открыть свой кабинет, или автослесарь может открыть небольшую компанию по ремонту автомобилей. То есть, как правило, мы занимаемся тем, что нам близко. Очень многие, да, вот сейчас, например, популярно девочки, когда сидят в декрете, да, они начинают заниматься каким-то небольшим бизнесом. Потому что все-таки длительный период времени ты находишься дома, и современные женщины, они стараются быть активны даже в этот период времени. И, как правило, вот мамочки выстраивают свой бизнес вокруг детской тематики. То есть, это говорит о том, что в большинстве своем мы занимаемся тем, что нам знакомо. Если вы в этом работали, если это вам знакомо, то, в принципе, большинство информации у вас о рынке уже есть. Но если вы выбираете отрасль, в которой вы никогда не работали, никогда не сталкивались с этим направлением, то, в принципе, не беда. Да, мы приведем с вами вот такое комплексное исследование рыночной среды, посмотрим, что в этом рынке есть, что эта отрасль нам предлагает. И в каких направлениях мы будем двигаться. Первое. Мы всегда должны изучать мировую практику и тенденции конкретной отрасли. А что вообще происходит в мире в целом? То есть, знаете, это такое самое дальнее окружение для нашей компании. И, в принципе, многие могут сказать, да нет, зачем это нужно? Я считаю, что в целом, изучая мировые тенденции, вы можете уже внедрить в рамках рынка Российской Федерации какие-то вещи, которых еще на рынке не существует, потому что они до нас еще не дошли. Так делают, например, фитнес-клубы. Они очень многие концепции бизнеса и способы предоставления услуг и, скажем так, наполнение притаскивают из границы, да, с каких-то таких глобальных конференций, да, где это все об этом рассказывается. И уже давно это было сделано. Еще в качестве примера приведу такую... Был у меня проект, и мы в свое время, это был, если не ошибаюсь, по-моему, 2008-2009 год. Ну, вот 2007-2008 год мы первые внедрили у себя в сети в кинотеатрах, я тогда там работала, мы внедрили киоск по продаже билетов. И я вам хочу сказать, что для мирового рынка это не было новинкой, да. На тот момент, когда коллеги приезжали на американский кинорынок, в большинстве кинотеатров Америки уже стояли эти автоматизированные киоски по продаже билетов. А у нас в России их не было. И мы были одни из первыми, кто... Ну, в Москве мы были прям первыми, кто поставил у себя на территорию, привез этот киоск, его поставил, начал продавать через него билеты. Если вы сейчас посмотрите и пойдете в кинотеатр, вы увидите, что на самом деле это уже практически признак хорошего тона, чтобы у вас стоял киоск по продаже билетов, и эти процессы были автоматизированы. Но там 10 лет назад мы были первые, кто это внедрил. И вот там изучая какие-то тенденции отрасли, в которой вы работаете, вы можете найти что-то, кто еще не делает, и быть, скажем так, первыми на этом поприще. Значит, это первая мамика. Второй момент. Мы опускаемся на более ближний круг. Это экономика, отраслевая бизнес-среда в России или региона, в котором вы работаете. Здесь очень важно, что мы должны понимать, что в России вообще бизнес может быть устроен таким образом, что есть какие-то отрасли, которые, например, поддерживаются государством в какой-то текущий момент. Если мы сейчас возьмем аграрный сектор и посмотрим, сколько за последнее время появилось фермерских хозяйств, какой бум прироста компаний в этой отрасли, мы поймем, что туда, куда государство, скажем так, финансирует, вливает деньги, делает какие-то законодательные послабления, те отрасли достаточно хорошо развиваются. Вот поэтому мы это тоже должны учитывать. Еще один момент. Если вы, например, открываете какой-то бизнес, вы должны понять, какая тенденция есть в этой отрасли вообще в целом. Вернувшись к аграрному рынку, мы должны понимать, что он за собой автоматически тянет такие сферы, как переработка, корма, ветеринария и так далее. То есть есть сферы, которые дополнительно будут обслуживать основной. И если аграрный сектор растет, то около аграрные отрасли тоже будут расти. И это вот для того, чтобы понимать, а какой потенциал у меня в данном бизнесе. Третий момент, что мы будем смотреть, это тенденция и какие-то инновации в данных отраслях. То есть, ну, к примеру, если мы хотим с вами открыть, давайте возьмем какой-нибудь салон красоты, такое достаточно простое предприятие, то мы должны понимать, а что вообще сейчас используют, какая косметика сейчас в тренде, что у нас обладает большей популярностью. Например, последний тренд сейчас считается, что корейская косметика самая инновационная из всех. И центр косметологии у нас теперь в Корее. Это нужно учитывать и понимать, когда вы открываете свое дело. Также для некоторых отраслей будут важны природные факторы экологии. Да, в особенности, если это какая-то переработка, если это продукты питания, если это связано там, я не знаю, рыбная ловля, ну, то есть все, что связано с природными факторами. Здесь вы тоже должны будете провести анализ. Ну, и, конечно, самое ближнее окружение – это наши конкуренты и клиенты. Причем достаточно часто бывают, совершают, ну, назовем это так, ошибки, да, в определении конкурентов. Кто же мои конкуренты, да, и кто мои клиенты. И мы здесь можем пойти несколькими путями и, скажем так, определить концептуально, на кого мы ориентируемся. Если мы вернемся, к примеру, салона красоты, то я бы отметила, что, находясь, ну, к примеру, вы открываете салон красоты, я не знаю, в районе, вот здесь рядом на улице Воронцовская, да, там район Таганский, к примеру. Для вас конкуренты будут те, кто находится в этом районе, да, ну, возможно, какие-то ближайшие в удобной доступности. Но для вас однозначно не будут конкурентами те салоны, которые, например, будут находиться в Алтуфьево. Потому что для этого, этой отрасли, для этого направления бизнеса важно место расположения. И если вы почитаете какие-то обзоры профессионалов этой отрасли, вы увидите, что единственным грамотным и важным решением – это выбор места. Насколько оно будет удачным и насколько, скажем так, поток проходящего трафика будет обеспечивать вам загрузку вашего салона. И вот, знаете, здесь, опять-таки, начиная там какое-то дело, ну, к примеру, да, там тот же салон красоты открываем мы, мы должны понять, что мы не будем ориентироваться на то, что, ой, а мне знакомый предложил там какое-то там помещение под салон по очень низкой цене. Вот я сейчас могу платить меньше за аренду, ну, и у меня там потенциально будет много клиентов. Нет, это неправильный подход. Вы должны исходить из того, что не экономить на месте, а выбирать то место, где трафик будет обеспечивать вам загрузку вашего салона. И вот это принципиально важнее, нежели, скажем так, выбрать, не понимая, как устроена отрасль, да, не понимая, что там важно, вы пойдете и откроете салон, непонятно в каком месте, у вас просто туда никто не придет, а вы вложение-то сделаете. Еще очень важно, это наши клиенты, потому что мы должны понимать, что они хотят, причем в большинстве своем это бывает так. Я буду предлагать, скажем так, я буду предлагать какую-то услугу, ну, и там дальше буду искать на эту клиенту, потому что вроде клиенты есть, но вот у меня сейчас нет возможности, например, запустить как-то полноценно свое дело. Достаточно часто бывает такой вопрос, ну, например, вы занимаетесь переводческими услугами, синхронный перевод для бизнесменов, и вот возникает вопрос, а что, мне нужно сначала открыть офис и потом запускать рекламу, или мне нужно сначала запустить рекламу, а потом открыть офис, ну, или любая другая отрасль, которая связана именно с услугами, не привязанной к конкретному месту. И вот здесь как раз-таки нам нужно очень четко понимать, как мне выгоднее сделать, а что нужно моему клиенту, как ему удобно. Если для вашего клиента важно наличие офиса у партнера, значит, вам сначала надо снимать офис, а потом запускать рекламу. Потому что если вы запустите рекламу, не имея офиса, и ваш клиент захочет к вам приехать, вы просто потеряете свои деньги и свое время. Конечно, всегда можно решить и такие проблемы, есть различные способы, но, тем не менее, вот такие тонкости необходимо учитывать. Значит, смотрите, вообще, занимаясь маркетинговыми исследованиями и проводя их, мы можем получить очень интересные ответы на важные для нас вопросы, именно важные в самом начале. Ну, вот, например, насколько значим рынок и какие перспективы отрасли, да, то есть мы должны четко понимать, какой потенциал у этого рынка, будет ли он расти или нет, будет ли он меняться или нет. Ну, к примеру, вы хотите заняться детскими товарами, и важным триггером для вас в, скажем так, в оценке рынка, в понимании перспектив будет рождаемость детей, да, в конкретном регионе. Если вы видите, что у вас идет каждый год прирост рождаемости, есть программы стимулирования рождаемости, то мы говорим о том, что ваш рынок будет прирастать, и у вас будут, скажем так, свободные клиенты, которых вы можете на себя переключить. То есть вы оцениваете, что да, этот рынок растущий, да, перспективы в отрасли есть, я пойду туда. Есть обратная сторона, да, когда, например, рынок стагнирует, да, и вот к примеру, да, такой, наверное, очень яркий и понятный всем. Помните, раньше до появления мобильной связи, вот тех телефонов в том виде, в котором мы их сейчас видим, были пейджеры, да, и если бы выходили в конце с таким продуктом, когда уже появились мобильные телефоны, то, конечно, ваш бизнес был бы провальным. И многие те, кто занимался, скажем так, сообщениями, этот вообще сам формат пейджера, да, в таком понимании, он перешел в более инновационный способ общения, передача сообщений. Это всем нам знакомые WhatsApp, Viber и вообще любые мессенджеры, то есть где, по сути, мы отправляем некое сообщение другому человеку. То есть, в принципе, сам продукт остался, но он трансформировался в удобный и современный формат, который понятен рынку здесь и сейчас. Значит, второй момент. Кто мои конкуренты? Это тоже очень важно определить и понимать, с кем вы будете конкурировать. Не всегда лидер рынка, точнее, в большинстве своем лидер рынка не является конкурентом для начинающего бизнеса. Я бы даже сказала, он никогда не является конкурентом, и вы не являетесь конкурентом лидер рынка. Лидер рынка для вас, это, знаете, такой образец для подражания, потому что, как правило, лидер рынка, он формирует все тренды в отрасли, и мы понимаем, куда нам нужно стремиться и что сейчас в этом рынке существует. Поэтому, конечно, мы за крупными игроками всегда приглядываем, смотрим, что есть, но будем более реалистичны, да, и вот как с примером салона красоты, мы должны понимать, что, скорее всего, это те же салоны красоты, которые расположены в том же регионе, в том же районе, в котором я работаю. Еще какие вопросы, точнее, ответы на вопросы мы можем получить. Какой потенциал для роста бизнеса? Тоже нужно оценивать, можем ли мы масштабировать, есть ли инструментарии для масштабирования бизнеса в рамках конкретной отрасли, потому что любая отрасль, это все очень индивидуально. Мы можем говорить о мелком бизнесе, да, о каком-то таком совсем микробизнесе, малом бизнесе, можно говорить о крупном бизнесе, когда вы в какой-то момент превращаетесь в компанию с, ну, по каким-то причинам, я не знаю, выиграли конкурс, тендер или еще что-то, и вдруг превращаетесь в компанию с многомиллиардным оборотом. А есть ли возможность масштабировать? Есть ли возможность выходить в другие регионы? И по идее, вот когда я вам в самом начале сказала, что если у вас есть идея, описывайте сразу, насколько крупный бизнес у вас будет, вот в самом начале вы хотя бы будете это понимать, и вы будете, скажем так, подходить к выстраиванию модели бизнеса, вообще принципу того, как вы будете его масштабировать, будете ли вы его масштабировать, какие объемы вам нужны, от этого будет зависеть, в том числе, например, юридический статус компании, да, если это ИП, то у нас там, я не знаю, сколько сейчас, по-моему, 60 миллионов оборотов всего в год, соответственно, если вы планируете больше оборотов, то вы уже не можете быть ИП, вы там должны быть, например, ООО. Ну, вот все эти тонкости вы должны, опять-таки, оценивать в самом-самом начале. Еще один момент. Есть ли свободные и низкоконкурентные рыночные ниши? Вот, знаете, в качестве примера, возвращаясь к салону красоты, мы можем отметить, знаете, какую тенденцию. Возраст населения увеличивается, да, продолжительность жизни. В особенности, ну, и у женщин они и так дольше живут, и сейчас, как бы, женщины достаточно долго активны. И, в принципе, до 60 лет большинство женщин, ну, ведут достаточно активный образ жизни. И еще, находясь в поиске, скажем так, ниши, которую я могу занять, и следующего пункта, там, позиционирование товара под конкретные сегменты, мы можем с вами провести анализ и понять, что салонов красоты, ориентированных на женщин 50 плюс с их проблемами, нет. В основном все салоны красоты ориентированы на молодую аудиторию, где она и так достаточно еще хорошо выглядит, да, то есть сама отрасль направлена на молодых девушек, на молодых женщин, которые хотят сохранить свою молодость как можно дольше. Но, например, нет салонов, ну, во всяком случае, я не знаю, которые бы ориентировались на взрослых женщин, у которых морщины, да, которым нужен свой подход, опять-таки, исходя из той физиологии возраста, в котором они живут. И вот если вы будете анализировать это все, если вы будете подходить, проводить анализ отрасли, вы такие ниши сможете найти, они вам могут позволить сделать бизнес более успешным. И здесь, знаете, какой может быть вопрос? Ну, посмотрите, там же в этой нише мало людей, а вот молодых намного больше, но там же как бы емкость рынка-то меньше, а я вам скажу, что нет, не меньше. Выходя с четким позиционированием и выходя на определенный сегмент, вы на этот сегмент будете работать одни, а на массовом сегменте вас будет множество, и вы вот этот вот объем будете делить на всех, а в данной нише вы можете быть одни. И, знаете, это такой про стратегию Глубого океана. Утрировано, конечно, но вот это про это. Еще какие вопросы, ответы на вопросы мы можем получить? Какой ассортимент компании будет эффективен? Выбрать, скажем так, ассортиментную линейку – это тоже очень важно. И опять-таки, ну там на примере, скажем так, салонов красоты. Вот среднестатистический салон красоты, как минимум, у него должен быть там кабинет маникюра, педикюры, к примеру, там какой-то косметолог, парикмахеры, не знаю, солярии. Вот, знаете, это тот ассортимент, который есть во всех салонах красоты. И если вы хотите там, например, клиента держать у себя все, чтобы он, скажем так, не менял вас на другие или не ходил к другим, вы должны ему предоставить такой стандартный продуктовый портфель, того, к чему клиент привык. С другой стороны, есть множество компаний, которые ориентированы только на что-то одно. Например, есть салоны, где делают только эпиляцию, больше ничем не занимаются. Есть салоны, где делают только укладки и там делают макияж, да, то есть готовят к каким-то важным эпиляциям. Они тоже больше ничем не занимаются. Есть чисто мужские, сейчас очень популярные барбершопы. Это прям такой бум тоже произошел. В какой-то момент их стало невероятное количество. Ну, то есть, скажем так, ориентированы исключительно на мужской сегмент. И это может быть, скажем так, для вас, вам это может помочь, скажем так, понять, на кого я ориентируюсь, какая у меня ниша, какое у меня позиционирование и какой ассортимент под эту целевую аудиторию мне нужен, и какой будет наиболее эффективен, да. Ну, и вы там сами будете отвечать на этот вопрос. Еще интересные два вопроса, которые действительно, наверное, наиболее популярны с точки зрения поиска ответов. Какие использовать рычаги влияния на потребителей? Как их стимулировать на возникновение интереса и покупки продукта? И вы знаете, в большинстве своем, вот в каждом продукте, в каждой отрасли всегда есть, опять-таки, триггеры, которые определяют и мотивацию человека, есть рычаги воздействия, на что давить. Знаете, вот в качестве такого хорошего примера, это рождение ребеночка, да, в особенности первого. Вот те, у кого там несколько детей, могут это понять. И те, которые там, когда рождается у тебя первый ребенок, ты хочешь для него самого лучшего. То есть у него обязательно должна быть новая колясочка, это должны быть там лучшая одежечка. Там, да вы что, вы что, я не буду там, мне там подруга дает одежду, мы не будем донашивать, у меня же единственный ребенок, все самое лучшее ему. Это когда первый ребенок. Когда у вас рождается второй или третий ребенок, там уже эти вопросы не возникают. И здесь вот можно понимать, что если у мамочки первый ребенок, ее, скажем так, подстегивать тем, что ребенка должно быть все самое лучшее, очень легко. Еще есть пару отраслей таких, как, ну, вообще их три таких ярко выраженных. Это рождение ребенка, это свадьба, где в большинстве своем, конечно, тоже тратится огромное количество денег. И там, знаете, это то состояние, когда ты находишься в эйфории, да, это там неконтролируемое. И еще одно направление – это ритуальные услуги, где фигурирует такой рычаг, как чувство вины, и вы там тоже можете манипулировать людьми, ого-го как. В принципе, для любой сферы есть такие рычаги влияния. Влияние и маркетинговые исследования помогут нам их найти и выяснить у потребителя, что же для них важно в том или ином сегменте. Ну и, конечно, изучив все это и определив там позиционирование, определив нашу целевую аудиторию, те же рычаги влияния, определив масштабы, мы с вами сформируем и дизайн, и определим, какая реклама будет наиболее эффективна, какие каналы используются и так далее, и так далее. То есть будем работать уже непосредственно на ту целевую аудиторию, которая была определена с помощью инструментов, с помощью маркетинговых исследований, инструментов, которые там используются. Смотрите, что нам может помочь найти ответы на эти вопросы, которые у нас возникают перед началом бизнеса, перед, скажем так, запуском нашего дела. У нас есть, существует четыре способа получения информации. Это опрос, наблюдение, мониторинг и эксперимент. Их всего четыре, ни больше, ни меньше, и все ими пользуются. Опять-таки, знаете, достаточно часто возникают такие вопросы, как «А вот я стесняюсь выйти и спросить у людей, а как я пойду и спрошу у них?» Если вы, например, стеснительны и не знаете, как выбрать у своей целевой аудитории получить информацию, есть способы, которые вам позволят выяснить их мнение. Ну, приведу вам в качестве примера два. Первое – это можно создать опрос на любом Фейсбуке, во Вконтакте, Одноклассниках, то есть в любой соцсети, где таргетировать ее на вашу целевую аудиторию и пригласить, поучаствовать в вопросах. Это, к примеру, первый способ, даже он не такой стрессовый, как общаться с людьми вживую. Еще что вы можете использовать? Вы можете зайти на форумы, да, и какие-то отраслевые сообщества, где обсуждается те или иные темы, и вы можете почитать, о чем пишут люди, какие у них страхи, какие у них вопросы, скажем так, понаблюдать за ними. И, в принципе, вы можете и там организовать небольшой опрос и получить достаточно достоверные ответы. Для этого необязательно выходить куда-то, и там у тебя опрашивают людей. То есть есть разные методики, как получить необходимую нам информацию. И, скажем так, к методам и источникам получения информации я бы дала следующий комментарий. У нас есть такая статистика, что 80, даже, наверное, 90% информации, которая вам необходима, то есть ответов на вопросы, которые у вас есть, находится уже в интернете. То есть в большинстве своем большая часть исследований основаны на вторичной информации. То есть это та, которая уже существует. То есть кто-то где-то когда-то проводил какие-то исследования, а мы ее используем. И многие основываются там на статистике Росстата, на каких-то отраслевых сообществах, обзорах, исследованиях. Ну, там множество материалов. Поэтому вы, если захотите, например, начать проводить исследования для какой-то совершенно вам незнакомой отрасли, вот поверьте мне, и мы на курсах маркетинговых исследований, которые я провожу, слушатели обязательно проводят небольшое исследование в рамках этого курса. И в большинстве своем они находят информацию для рынка, которая им совершенно незнакома. Они удивляются, что ничего себе, оказывается, это можно найти. То есть есть способы, есть источники, где вы можете это найти. Ну и, конечно, мы для себя определим методику маркетинговых исследований. То есть что это будут? Качественные исследования, неколичественные исследования, если вам их необходимо провести. И мы должны определить этот инструментарий, как мы будем его проводить. Поэтому достаточно часто возникает такой вопрос, а могу ли я самостоятельно провести маркетинговые исследования, не обладая там социологическим образованием, и не работая в этой отрасли, и никогда не проводя маркетинговые исследования. На мой взгляд, любой человек может его провести при правильном подходе и, скажем так, повышенной усидчивости. Значит, смотрите, что нам поможет, и как вообще, с чего начать исследование. Первое. Мы должны очень четко описать цель, задачу или проблему, которая у нас есть. Ну, к примеру, маркетинговые же исследования используются не только для открытия бизнеса, да, или там выхода на новый рынок, или для вывода нового продукта. Мы должны очень четко понимать, что, ну, например, у нас упали продажи, да, мы должны выяснить, а почему же у нас упали продажи? Ну, маркетинговые исследования как раз-таки тоже помогают ответить на этот вопрос. То есть мы должны четко определить цель, задачу или проблему, ее прямо сформулировать, то есть задать вопросом. Второй момент. Мы должны, исходя из этой проблемы, задачи или цели, понять, какая информация поможет нам ответить на этот вопрос. То есть, по сути, вы должны ответить на вопрос, какая информация мне необходима для того, чтобы принять правильное решение. То есть вот поймите, если у вас упали продажи, что вам, ну, да, это в качестве примера, какая информация вам поможет? Первое. Вы можете понять, изменилось ли количество клиентов, да, если количество клиентов осталось такое же, а продажи упали, это говорит о том, что, скорее всего, неэффективна работа отдела продаж. Или наоборот, вы увидите, что сократилось количество клиентов. Да, действительно, оно сократилось. Мы переходим на следующий этап. А почему сократилось количество клиентов? И вы ищете информацию, которая позволит ответить вам и на этот вопрос. Ну, и так далее. И вы в конечном итоге придете к какому-то решению, почему это произошло и что я должен сделать. Значит, второй, третий момент. Вы должны определить источники получения информации. Откуда вы их возьмете? Да, возвращаясь к методикам. Это будут какие-то исследования. Либо я эту информацию найду в интернете, либо мне необходимо опросить моих клиентов или поговорить с моими менеджерами по продажам. То есть вы должны определить, откуда вы будете эту информацию брать. Вы в следующем этапе определите метод исследования. То есть, например, это будет анкетирование или это будет наблюдение, или это будет опрос. Да, то есть каким способом вы будете, скажем так, какой методикой вы будете собирать эту информацию. Определите инструментарий, какой конкретно использовать. Нам нужно составить анкету. Или мне нужно нанять человека, который сделает, я не знаю, условно контрольную закупку. Есть такой способ, как тайный покупатель. Или мне нужно будет позвонить к себе в офис и выяснить самому, что. То есть вы определяете, как конкретно вы это будете делать. По телефону, удаленно, через инструментарий. Дальше вы определяете объем людей, которых вы хотите опросить. И, скажем так, сделать выборку. Потому что опрашивать всех мы не можем. У нас нет на это ни сил, ни времени, ни возможности. Потому что иногда у компании бывает очень большой охват и невозможно просто опросить всех. И для этого существует такое понятие, как репрезентативная выборка, когда, скажем так, ответы определенной группы людей вы можете проецировать на всю вашу целевую аудиторию. И последнее. Мы собираем всю эту информацию и анализируем то, что мы в итоге получили. И если вы все сделали правильно, получили, скажем так, достоверные данные, правильно сформулировали первоначальную цель, вы получите достаточно грамотный ответ на ваш вопрос, на ваш изначальный запрос. и здесь можно столкнуться с тем, что в какой-то момент вы соберете информацию, вы поймете, что эта информация вам ничего не дает. И, как правило, это говорит о том, что вы, скажем так, в самом начале не смогли определить цель вашего исследования. Моя практика показывает, что, вот, как правило, когда ты, ну, там, например, я провожу для кого-то исследование, когда ты встречаешься с клиентом, у меня недавно был прям случай жизни, мы, там, мне заказывали проведение исследования. Было необходимо провести исследование рынка по дальневосточному, скажем так, региону, и у компании стояла задача увеличить объем рынка в определенном масштабе. И они, ну, как бы, поставили, написали ТЗ, в котором было вот нужно определить, какой у нас ассортимент, что наиболее эффективно, и что с этим ассортиментом делать, да, вот, что усиливать. Оно было достаточно нечетким, таким, знаете, размытым. Ну, я, конечно, как профессионал поехала навстречу, чтобы выяснить все, что в итоге хотят все-таки клиентам. Я приехала, начала разговаривать с директором по продажам. Мы начали обсуждать, зачем ему эта информация, какие он выводы из нее сделает, каким образом он ее будет интерпретировать. И пока мы с ним разговаривали, за 40 минут мы пришли к выводу о том, что ему нужна совершенно другая информация. И он сам это на самом деле проговорил. Он говорит, ничего себе! А что, ой, а как так получилось? И он был удивлен тому, что он, отвечая на мои вопросы, смог прийти к тому, что ему нужна совершенно другая информация. Вот тебе представьте, если бы я не заморочилась, не поехала бы к этому клиенту, понимая, что в большинстве своем сформулировать эту цель и потребность для проведения исследований сложно. Если бы я не поехала бы, я бы провела бы исследование, ответила бы на тот запрос, который они просили. Он бы получил информацию и не смог бы принять никакого решения. У него было бы разочарование, он пришел бы и сказал, вы знаете, маркетинговые исследования полная фигня, ничего не дают. Я вот сам там 10 лет работаю, сам разберусь, буду принимать интуитивные решения. А если бы он получил и получит ответы на те вопросы, которые мы с ним уточнили, и та информация, которому все-таки была необходима, он сможет принять правильное решение и определить, что ему позволит получить тот объем, о котором они говорят. И подводя итог сегодняшнего семинара, хочется сказать, что ничего страшного в маркетинговых исследованиях нет. Это достаточно интересно, это увлекательно, в особенности, если вы хотите погрузиться в рынок. Да, это немножечко скучновато, знаете, там нет такого активности, нет каких-то классических, таких интересных тактических инструментов, но тем не менее, это дает вам возможность быть уверенным в принятии ваших решений и в выборе правильного направления для развития и дальнейшего запуска вашего бизнеса. На этом наш семинар заканчивается. Надеюсь, он был вам полезен. Если что, ждем вас на следующих семинарах данного цикла, где мы будем говорить про позиционирование, про тактические инструментарии, и это вам поможет запустить вашу будущую компанию. Продолжение следует...